С начала этого года в Люберцах погибли 10 человек при переходе железнодорожных путей в неположенных местах. На днях несчастный случай произошел на станции Красково. Мужчина пренебрег правилами безопасности и попал под поезд. Для того, чтобы предотвратить подобные трагедии, межведомственная комиссия вышла на профилактический рейд. Подробности у Луизы и Геозарян. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода со станции. В тот случай, когда коронавируса боишься больше, чем попасть под поезд. Этот мужчина переходит железную дорогу в опасном месте, но зато в маске. Судя по тому, с какой ловкостью он забирается на перрон. Делает он это часто. Такие несанкционированные переходы – случай нередки. Статистика травматизма и смертности на железнодорожных путях говорит сама за себя. На одном только рязанском направлении, которое считается самым аварийным в Московской области, в этом году погибли 33 человек. Основными причинами несчастных случаев является левостороннее движение поездов, то есть единственная ветка Московской железной дороги. Кроме того, высокая интенсивность движения грузовых поездов, поездов дальнего и пригородного сообщения, а также нахождение лиц на объектах железнодорожного транспорта, состояние алкогольного опьянения и, соответственно, личная неосторожность. На станции Краскова в этом году произошло два несчастных случая. Причина трагедии – желание пассажиров сэкономить на оплате проезда и бесплатно попасть на платформу. Соблюдать безопасность нужно обязательно. Значит, переход только на разрешающий сигнал светофора, осматриваться, нет ли приближающегося поезда, не прыгать с платформы. Нужно беречь свою жизнь. Донести эту мысль до наибольшего количества людей с такой целью на станцию Краскова прибыла рабочая группа. Участники рейда проводили с жителями разъяснительные беседы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы переходите железнодорожную? Только так. Через переход? Да, то есть вы не прыгаете с платформы? Прежде всего, это моя жизнь. Дороже жизни нет ничего. Еще одна миссия – выявить несанкционированные переходы, которыми пользуются пассажиры, чтобы в дальнейшем устранить их. У нас есть группа, которая постоянно заделывает проходы, перекапывает тропы, восстанавливает ограждения. Большое внимание также уделяется пропаганде в СМИ этого вопроса, потому что все-таки люди у нас читают. Мы развешиваем листовки, материалы, наклейки. Народная дружина совместно с Министерством транспорта и полиции впервые проводят такой рейд. Я думаю, что достаточно эффективно предупреждать людей, что не нужно перебегать через железную дорогу, а лучше воспользоваться переходами. Однако штраф за переход железной дороги в неположенном месте эффективным не назовешь. Он составляет 100 рублей. Впрочем, такова же средняя стоимость проезда на электричке, на которой так хотят сэкономить. Нарушители порядка. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.